Баку, август 1945 года С самого начала войны на Западе различные враги поочередно угрожали Баку полным уничтожением. Не только нацистская Германия, но и Англия, Франция и даже старший брат Москва. Все они в тот или иной момент истории несли угрозу Баку из-за его великого богатства – нефти. Баку, Медиа-центр и CCNC представляют. Цель наступления – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть. Продюсер – Луис Водервель. Режиссер – Роберт Магнерат. Автор идеи – Фаик Багиров. Старший консультант – Чапай Султанов. Конец августа 1939 года. Над Западом сгущаются темные тучи. Но над Баку небо ясное. Сталин только что подписал пакт о ненападении с Гитлером. И столица Азербайджанской Советской Социалистической Республики, расположенная между грядой Кавказских гор и берегом Каспийского моря, может продолжать свое мирное существование. Баку – один из наиболее значимых административных, индустриальных, научных и культурных центров Советского Союза. Здесь ценят и любят поэтов. Еще в начале века из-за своей оперы, театров, кинотеатров, а также жизнелюбия жителей, Баку получил второе имя – Париж Кавказа. Этот Париж расположен в 4000 километрах от своего тезки на земле, пропитанной черным золотом, которое в корне изменило экономику и геополитику всего мира. С незапамятных времен всегда можно было видеть нефть, выходящую из недр Абширонского полуострова. Этому древнему маслу из камня, добываемому на небольшой глубине, быстро нашли применение во многих отраслях – топливо, фармацевтика, косметика, дерматология. Но промышленная добыча началась только в 1847 году, когда в Азербайджане впервые в мире изобрели и опробовали механическое бурение. 50 лет спустя Баку стал мировым лидером по добыче нефти, поставляя 11 миллионов тонн ежегодно, половину от мирового производства. Сюда стали стекаться тысячи рабочих и авантюристов, привлеченных жаждой черного золота. В годы этой своеобразной золотой лихорадки город становится очагом зарождения большевизма. Некий революционер-новичок с бандитскими наклонностями приехал сюда из Грузии, чтобы обзавестись опытом. Он наполняет партийную казну деньгами, похищенными у банков и перевозчиков денег. Время от времени ему приходится проводить время в Баиловской тюрьме. Он использует различные псевдонимы, например, Сосо или Коба, которые чаще прочих мелькали в полицейских отчетах. В 1939 году ему больше нет нужды скрываться. Уже не первый год он известен всей стране как Сталин и теперь правит Советским Союзом. Он живет в Москве, но продолжает пристально следить за городом, где начинал свою деятельность. Несмотря на то, что Баку теперь производит нефти в 8 раз меньше, чем США, новый мировой лидер, город все еще производит 22,5 миллиона тонн нефти в год, что составляет 72% всего производства нефти Советского Союза. Город представляет жизненно важное значение для экономики империи. Он становится бьющимся сердцем, которое питает бесценной жидкостью большое тело братских республик и по многочисленным артериям несет ее дальше. Сталин ревностно защищает драгоценный ресурс, который так жаждет его большой европейский идеологический противник. Адольф Гитлер Намерение этого соперника завоевать весь мир. Вот уже несколько лет его войска занимаются учениями на макетах, готовясь выступить в бой. Все это ради создания Тысячелетнего Рейха и присоединения соседних земель, которые фюрер считает важными для своей страны. А чтобы добиться цели, Гитлер создал вермахт – высокомеханизированные вооруженные силы. Но машины, становящиеся с годами все более и более мощными, требовали много топлива. Согласно мнению его экспертов, чтобы начать войну, принимая во внимание гражданское потребление топлива, Гитлеру необходимо найти 9 миллионов тонн топлива на один лишь 1939 год. Но нефтяные скважины Рейха, с учетом месторождений в недавно аннексированных австрийских и муравийских землях, не покрывали одной десятой этого количества. Вот почему Гитлер вскоре после прихода к власти в 1933 году поощрил химический концерн И.Г. Фарбен начать создавать синтетическую нефть, из угля которого в Германии было предостаточно. Однако все еще удовлетворяется только одна треть потребностей Германии. В будущем торговые соглашения с Румынией обеспечат его около 1 миллионом 700 тысячами тонн нефтепродуктов. А товарное соглашение, только что подписанное Советским Союзом всего за 4 дня до пакта о ненападении, гарантирует ему доставку 160 тысяч тонн с возможностью дополнительных поставок, которые Гитлер намерен увеличить до 2 миллионов тонн в год. Это топливо будет поставляться границе Польши, где из-за разницы в ширине колеи оно должно переливаться в другие вагоны-цистерны. Но даже всех этих добавлений еще недостаточно для создания резервов. Гитлеру нужны другие источники. 1 сентября 1939 года. Всего 8 дней прошло со дня подписания пакта о ненападении со Сталином. Без предварительного объявления войны Гитлер обрушивает на Польшу огромную армию механизированной техники, 1600 боевых самолетов и бомбардировщиков, а также 2600 танков. Он решил опробовать новый способ ведения боя – Блицкрик, молниеносную войну, снижающую потребление топлива. Его главная цель – вернуть Данцикский коридор, которого Германия лишилась после подписания Версальского мирного договора в 1919 году. Также Гитлер планирует захватить нефтяные скважины в Галиции, на юго-западе Польши. Но добычу придется делиться своим союзником Сталином. Лондон. Две великие европейские державы, Франция и Англия, связанные договором о взаимопомощи с Польшей, объявляют нацистской Германии войну. Париж. Но они не готовы к вооруженному конфликту и беспомощно наблюдают, как Германия стремительно прорывается вперед. Немецким силам потребовался всего один месяц, чтобы разбить некогда отважную польскую армию. Как справиться с этой всесокрушающей силой? Как ее остановить? Один верный способ — парализовать вермахт, перекрыть кран в Баку. Тогда советская нефть перестанет питать немецкие танки, самолеты и корабли. В первые месяцы так называемой Странной войны начальники штабов стран-союзников разрабатывают различные планы операций. Названий было несколько — ПАЙК, РИП, МА-6. Но цель всегда была одна — бомбардировка Баку. В воздушном пространстве Баку и Батуми совершаются два высотных разведывательных полета. Бомбардировки, которые должны продолжаться 45 дней, планируется начать 15 мая 1940 года. Дату то и дело сдвигают — вплоть до 30 июня. На операцию выделено более 900 тонн боеприпасов, в том числе 5000 бомб в 110 килограммов, а также 70 тысяч двухкилограммовых зажигательных бомб, которые превратят пропитанный нефтью регион в настоящий пылающий ад. Баку будет стерт с лица земли, независимо от того, что произойдет с его населением. Баку Жители Баку отстраненно наблюдают за происходящим. Война, начавшаяся на Западе, не вызывает у них серьезных опасений. Горожане уверены, что советско-германский пакт о ненападении обеспечит им безопасность, и жизнь идет своим чередом. Бакинцы даже не подозревают, сколь ужасная угроза нависла над их головами. И как может измениться их судьба? К счастью для них, спасение приносят непредвиденные события, развернувшиеся на Западе. 10 мая 1940 года на рассвете Гитлер обрушивает свои войска на Голландию, Бельгию и Францию. В бой снова брошены сокрушительные механизированные массы, сметающие все на своем пути и на всех парах мчащиеся к Ла-Маншу и Парижу. Стратеги союзников убеждены, что немцам не удастся сохранять такой темп и что запасы горючего на исходе. Однако они забывают уничтожить склады-хранилища, расположенные в Бельгии, Голландии и Франции, а также распределительные сети. Таким образом, немцы просто помогают себе сами. Захваченное богатство с легкостью покрывает расходы. Когда в районе Парижа загораются склады, уже слишком поздно, поражение становится неизбежным. Одна за другой Голландия, Бельгия и Франция вынуждены сдаться. 14 июня над Эйфелевой башней взвился нацистский флаг. Баку Жители Баку с потрясением обнаруживают, что едва избежали ужасной судьбы. Эта информация поступила от немцев, которые во время французской кампании заполучили секретные документы, детально описывавшие план Пайк. Тем временем, нефтедобывающие скважины и нефтеперерабатывающие заводы Баку работают на полной мощности. В дополнение к обычным поставкам в Советский Союз и экспорту в Германию, Центральный комитет и Народный комиссариат постановили создать огромные внутренние запасы топлива для производства в военных целях бензина, авиационного топлива, дизельного топлива, авиамасла, моторного масла и смазок. 80% этих поставок зависит от нефтедобывающей способности Баку, а также от работников, техников, химиков, инженеров. Им едва удалось избежать англо-французской угрозы, но они не знают, что над ними нависла новая опасность. Весной 1941 года служба снабжения сообщила Гитлеру, что уже к августу армия будет испытывать недостаток нефти. Послав пакт о ненападении к чертям, Гитлер решает воспользоваться источником напрямую. Фюрер открыто заявляет своим генералам, как только Красная Армия будет уничтожена, вермахт отправится на Баку и захватит нефтяные скважины. 8 октября 1940 года он бросил силы вермахта на завоевание Румынии, прикрывшись намерением защитить месторождение нефти, до которых легко могли добраться советские войска. Гитлер теперь готов выступить против Сталина. 22 июня 1941 года он нарушает свое обещание и начинает операцию «Барбаросса». 3200 самолетов, 3300 танков, 600 тысяч автомобилей, 625 тысяч лошадей и 3 миллиона солдат без объявления войны вторгаются в Советский Союз. Гитлер вновь делает ставку на эффект неожиданности. Огромная армия должна молниеносной волной отправиться по трем основным направлениям — на север Клининграду, в центр на Москву и на юг Киеву. Как и прежде, действовать нужно быстро. Запасов топлива хватит на три месяца боевых действий. Авиационного топлива хватит на месяц полетов. С этого момента Гитлер не может рассчитывать на поставки из Советского Союза. Москва. В свою очередь Сталин шокирован произошедшим. Несмотря на многочисленные предупреждения, он до самого конца отказывался поверить, что торговый партнер может предать его. Вождь даже расстрелял немецкого коммуниста-дезертира, явившегося предупредить о нападении. Кроме того, он проигнорировал информацию, поступившую от Рамзая, своего спецагента в Японии. Являясь уроженцем Баку, более известным как доктор Зорди, этот человек сообщил Сталину даже точную дату вторжения. Отойдя от потрясения, вождь взывает к патриотизму советского народа и Красной Армии, всего полтора месяца назад с гордостью маршировавшей по Красной площади. Для сражения с неприятелем он в состоянии собрать 4,5 миллиона солдат, более 20 тысяч танков и 15 тысяч самолетов. По словам личного помощника президента Рузвельта, Сталин считал, что эта война станет войной моторов. У него, в свою очередь, нет проблем с поставкой топлива. Москва может рассчитывать на кавказскую нефть. В Баку изумление быстро перерастает в смятение. «Я добровольно иду на фронт! За Родину! За Сталина!» Страна в состоянии войны. Мобилизации подлежит каждой. 700 тысяч человек, почти четверть всего населения Азербайджана, вступит в итоге в армию в течение периода войны, с тем, чтобы сражаться в Великой Отечественной войне. Закончив учение, 193-й зенитный ракетный полк, расположенный в Баку, перебрасывается на запад Москвы, защищать осажденную столицу. По всей стране женщины добровольно встают на места ушедших на фронт мужчин. Работницы нефтяной промышленности решают не отставать от сотрудников мужчин и продлевают рабочие смены. 12 часов в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Без перерывов и выходных до самого конца войны. Летом 1942 года в нефтяной промышленности работали 25 тысяч женщин, составляя треть всех сотрудников. Смены могли продолжаться до 18 часов. На нефтеперерабатывающих и химических заводах женщин было еще больше. К 1944 году они составят даже 60% всей рабочей силы. В результате этого в течение первого года войны, с июня 1941 по июнь 1942 года, добыча нефти в Баку вырастает до 23,5 миллионов тонн. Рекордный показатель за все время добычи. Каждый, кто еще слишком мал для того, чтобы воевать, все ветераны и пенсионеры-нефтяники, каждый вносит свой вклад, независимо от возраста и пола. Советский Союз нуждается в каждой способной руке. Матери должны быть свободны для работы, поэтому государство берет на себя заботу о детях. Но оно не может остановить призрак войны от полетов над детскими садами. Белоруссия. Июль 1941 года. «Мы вышибем дверь, и вся эта гнилая структура рухнет», предсказывал Гитлер. В первые недели войны складывалось впечатление, будто он прав. Советские границы были стерты. Всего через месяц немцы находятся в 150 километрах от Ленинграда, в 300 километрах от Москвы и 200 от Киева. Они захватывают резервы топлива, которые советское правительство распределило для своей техники вдоль границы за три недели до вторжения. К несчастью для немцев, большая часть из 100 тысяч тонн захваченного топлива оказалось дизельным. Оно было бесполезным, поскольку германским танкам и автомобилям требовался бензин. Склады были подожжены, и армия двинулась дальше. Баку Баку переходит на режим военного времени. Заводы, работавшие на нефтяную промышленность, начинают выпускать огнеметы, пулеметы, системы залпового огня «Катюша», которые прозвали «Сталинским органом», а также элементы минометных мин и штурмовые винтовки. Кроме того, заводы производят разнообразные боеприпасы, патроны, противотанковые мины, зажигательные бомбы, гранаты и даже коктейли Молотова по 10 тысяч единиц в день. Построены огромные ангары, где собираются самолеты, которые доставляют по отдельным частям. Снова открылись верфи, где сухогрузы и танкеры Каспийского моря могут встать на ремонт и обслуживание. Благодаря химическому процессу, изобретенному выдающимся азербайджанским химиком Юсифом Мамедалиевым, заводы по переработке нефти начали производить высокооктановое авиационное топливо, значительно улучшающее технические характеристики советских самолетов, пилоты которых теперь не уступают асам Люфтваффе. Продвижение по разбитым грунтовым дорогам Украины засоряет моторы, однако бронетехника немцев мчится с большой скоростью, что выливается в огромные затраты топлива. Но, кажется, вермахт ничто не остановит. К концу сентября 1941 года Ленинград взят в кольцо. Немецкие войска стоят всего в сотне километрах от Москвы и уже оккупировали значительную часть Украины. Всего спустя три месяца Гитлер может похвастаться тем, что взял в плен 2,5 миллиона человек, уничтожил или захватил 22 тысячи единиц орудий, 18 тысяч танков и 14,5 тысяч самолетов. Он уверен, что вскоре захватит столицу Советской империи. Украина. Осень 1941 года. А потом начинаются проливные осенние дожди. Всего за пару дней дороги превращаются в грязевые болота, в которых вязнет любой транспорт. Не пройти даже танком, у них слишком узкие гусеницы. Распутится сезон бездорожья замедляет продвижение вермахта, окончательно парализовав армию. Лишь когда грязь превращается в лёд, танки могут продолжить неотвратимое наступление. Теперь они в 30 километрах от столицы. Но затем, 5 декабря, советская контратака под предводительством генерала Жукова смогла ослабить мёртвую хватку вермахта. Немцы отброшены назад, на 200 километров от Москвы. На помощь пришли обновлённые советские самолёты и раннее наступление зимы. Температура стремительно падает до минус 30-40 градусов Цельсия. Небывалые погодные условия заставляют мёрзнуть людей технику, машины и орудия. Солдаты готовы на всё, лишь бы согреться. Наступление вновь парализовано. На этот раз надолго. Советские войска могут ликовать. Тактика Блицкрига провалилась. Покуда навигация на Волге открыта, бакинские танкеры продолжают поставлять в Москву все виды топлива, в особенности авиационного, покрывая 80% нужд Красной Армии. В феврале 1942 года бригада нефтяников получает Орден Красного Знамени за выдающийся вклад в оборону Советской Родины. По распоряжению Верховного Совета 500 лучших нефтяников Баку получают награду в Доме техники. Их самоотверженность непоколебима. За один только апрель по Каспийскому морю переправляется 500 тысяч тонн продуктов нефтепереработки. В последующие месяцы рабочие производят еще 800 тысяч тонн, чтобы восполнить топливные запасы страны, наполовину оскудевшие после начала военных действий. В своей штаб-квартире в Виннице на Украине Гитлер воскрешает план, который он представил своему генштабу год назад под названием «План Блау». Цель – захватить кавказские нефтяные месторождения и нанести двойной удар по врагу. Это поставит Сталина на колени путем лишения его поставок топлива и решит собственные проблемы Гитлера с поставками топлива. Захват Баку назначен на 25 сентября. И никто из окружения не смеет сомневаться в решении фюрера. Пропагандистский фильм даже изображает, что Гитлер опередил события и уже отрезает себе большой кусок общеизвестного советского пирога. Поначалу все складывается, как задумано. Всего за два месяца группе армий Юг удается захватить Севастополь и полностью оккупировать Украину. По всем фронтам Красную Армию, находящуюся в состоянии хаоса, жестоко оттесняют назад. Начальник штаба предупреждает Гитлера, что такими темпами к середине сентября запасы топлива будут исчерпаны. Фюрер решает ускорить план и разделить войска. Генерал Паулюс получает приказ перекрыть Волгу к северу от Сталинграда. А генерал Лист должен захватить Кубань и Кавказский нефтяной узел. «Если мы не получим нефть Майкопа и Грозного, должен буду покончить с этой войной», так заявил Гитлер. 25 июля немцы, захватив Ростов, пересекли Дон и линия фронта растянулась более чем на 300 километров. Ростов-на-Дону, 25 июля 42-го года. Перекрыв трубопровод и железные дороги, снабжавшие Красную Армию, немцы стремительно ринулись вперед. Гитлер торжествует. «Русские разбиты», говорит он. Но вновь поставки не успевают за скоростью продвижения войск. К концу июля машины встают из-за нехватки топлива. Генералу Паулюсу приходится 8 дней стоять в 300 километрах от Сталинграда и ждать, когда новое горючее наполнит баки и армия продолжит завоевание. Немецкая угроза вынуждает Сталина к ответным мерам. Выходит приказ номер 227. «Ни шагу назад». Вождь вызывает Николая Байбакова, новоиспеченного заместителя председателя народного комиссара нефтяной промышленности. Он является уроженцем Баку, окончившим Азербайджанский нефтяной институт. «Гитлер рвется на Кавказ», говорит Сталин. Он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну. Вы немедленно вылетаете на Кавказ, чтобы помочь ему проиграть эту войну. Кубань, август 42-го года. Но невозможно противостоять давлению немецкой армии, которая возобновляется, как только танки дозаправляются топливом. Кубанские города один за другим сдаются. 9 августа генерал фон Клейст захватывает Майкоп, но обнаруживает, что нефтяные месторождения находятся в 50 километрах к югу. Однако, радио Берлина спешит заявить, что нефть Майкопа 19 тысяч тонн ежедневно будет питать Рейх. Но спустя неделю, добравшись до нефтегазоносного бассейна, генерал обнаруживает, что большинство скважин уже уничтожено. Только две из них остаются в рабочем состоянии. Однако, после того, как бригады нефти восстанавливают скважины, им все равно не удается производить даже 10 тонн нефти в день. Не меньшее разочарование настигает немцев в Краснодаре, казацкой столице и самом важном индустриальном городе Кубани. Здесь основной центр нефтеперерабатывающей промышленности. Большая часть продукции и оборудования была эвакуирована в Грозный, все прочее было уничтожено. Неудача не останавливает немцев. Они продолжают двигаться на восток в сторону Грозного и на юг к Черному морю. Солдаты вермахта пересекают Кавказский хребет волоча на себе тяжелую артиллерию на высоту до 3000 метров. 21 августа группа Гротто из 1-й горной дивизии устанавливает на вершине горы Эльбрус флаг со свастикой. Этот пик высотой в 5 642 метра является самым высоким на Кавказе и в Европе. Власти Баку готовят население к обороне. Сельчане из соседних деревень добровольно вносят щедрый вклад в подготовку к войне и участвуют в сборе танковой колонны. Англо-американские союзники поставляют танки по договору Ленд-Лиза, который Сталин подписал с представителем Рузвельта. Танки поставляются в Баку из Ирана, поскольку немецкие подводные лодки не позволяют кораблям союзников пересекать Балтийское море. До самого конца войны важные поставки военного оборудования будут проходить через порт Баку. Среди них 5000 танков, часть из которых предназначена для защиты Кавказа. Сталинград тоже готовился к нападению немцев. 6-я армия генерала Паулюса всего в 50 километрах. 23 августа к городу приближается 4-й воздушный флот под командованием Вольфрама фон Рихтгофена, прежде бомбившего Гернику. 600 самолетов начали смертоносный облет, не щадя ничего и никого на своем пути. 9 больших нефтяных резервуаров являются главной целью немецких пилотов. Миллионы тонн топлива начали чадить густым черным ядовитым дымом, который еще несколько дней будет висеть в воздухе. во время этой бомбардировки погибло 40 тысяч человек. Битва продлится 162 дня. 162 дня неусыпных городских боев. Немцы метр за метром, дом за домом захватят 90% Сталинграда. Люфтваффе сбрасывает мины на Волгу, перекрывая путь корабля. Под контроль немцев вскоре перейдут все водные пути вплоть до Астрактарта. Но полностью перекрыть их они так и не смогут. Храбро встречая воздушные атаки, моряки Каспфлота и Касптанкера, базирующиеся в Баку, непрерывно продолжают осуществлять поставки топлива, продуктов питания и военного снаряжения через осаду в Сталинграде. Ценой больших человеческих и материальных потерь солдатам Красной Армии, защищавшим город, было доставлено в общей сложности 149 тысяч тонн топлива. Когда у моряков Баку больше не остается судов, они открывают новый способ перевозки. Впервые в мире все виды цистерн, иногда целые поезда из них погружаются на воду, буксируемые паровыми судами. Красная Армия должна снабжаться любой ценой. Но на севере Кавказа немцы становятся все более настойчивыми. Бронетехника достигла Терека и угрожает Малгабеку и Орджоникидзе. Войска стоят в 60 километрах от Грозного и 500 километрах от Баку, который находится теперь в зоне досягаемости самолетов Люфтваффе, которые захватили Ставропольскую авиабазу. 6 сентября 1942 года радио Москвы передает последний призыв Кавказским республикам. Мы должны сопротивляться до смерти. Это предупредительный сигнал для нашей страны. Обращение Сталина достигает Азербайджана. Государственный комитет обороны мобилизует 90 тысяч местных жителей, в основном женщин, отправив их укреплять линию обороны вокруг города. Баку готовится твердо отстаивать свои нефтяные вышки. Для того, чтобы избежать их попадания в руки врага, наиболее современные из них разбираются и отправляются в новый нефтяной бассейн на северо-востоке наряду с лучшими инженерами и техниками. Это рискованный шаг, ведь регион производит всего 2 миллиона тонн нефти в год, 10% производства нефти Баку. Почти 6 тысяч работников Баку перевели на работу в эти места, отчего регион получил название «Второй Баку». Тем временем, стараясь компенсировать снижение производства из-за закрытия современных вышек, в самом Баку ценой серьезного ущерба для окружающей среды активизируется 25 старых и заброшенных скважин. Производство не должно останавливаться несмотря ни на что. Это ежедневная битва, и все нефтяники мобилизуются на своих местах. Им не разрешено служить в Красной Армии без особого разрешения от Комитета Государственной Обороны. Появляется даже особый девиз «Наш Сталинград у каждой скважины». По инициативе Николая Байбакова, который был назначен в Государственный Комитет Обороны, тайными путями в Баку направляются поезда со взрывчаткой. Они предназначены для уничтожения оставшихся скважин, но только в крайнем случае. Байбаков стоит перед дилеммой. Сталин предупредил его, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем. И добавил после короткой паузы, но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а Гитлеру так и не удастся достичь их, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем. Над Баку нависла двойная угроза. Враг хочет захватить город любой ценой, но что еще хуже, родина готова пожертвовать им. Северный Кавказ, сентябрь 42-го года. На Северном Кавказе воздушная заправка делает возможным для немецкой бронетехники возобновить движение. Но теперь их останавливает серьезное сопротивление советских войск, которые бомбят Ставрополь. Чтобы не попасть в ловушку, немцам приходится отступить. Гитлер понимает, что ему не удастся захватить Баку, и битва за нефть в этом году проиграна. По его указу, Рихтгофен с оставшимися 123-мя бомбардировщиками начинает серию рейдов на Грозный и интенсивно бомбит его с 10 по 12 октября. Грозный, 10 октября 42-го года. Гитлер желает обречь Баку на подобную судьбу. Но так как советские воздушные войска уничтожили базу в Ставрополе, Люфтваффе уже не могут добраться до города. Фюрер переключает все свое внимание на Сталинград. Если он хочет сохранить лицо и оставить дверь на Кавказ открытой для того, чтобы возобновить наступление на Баку во время следующей кампании, он просто обязан захватить город, названный именем его врага. Как символично. Шестая армия Паулюса контролирует 90% города. Однако 19 ноября 1942 года впервые за ход сражения Красная армия одерживает верх. Жуков посылает в контратаку своих генералов Ватутина с севера и Еременко с юга. Они должны окружить войска Паулюса. Через несколько дней советские армии воссоединяются. 6-я армия зажата между Доном и Волгой. Им некуда отступать. 23 ноября Паулюс отсылает Гитлеру сообщение «Совершенно секретно. Мой фюрер, у нас кончается топливо». Его хватит, чтобы перебросить оставшиеся танки на 30 километров. Но ближайший немецкий фронт находится в 50 километрах. Людям не хватает пищи, машинам бензина. Такое положение вещей сохраняется больше месяца. Советские войска, в свою очередь, не испытывают недостатка ни в продовольствии, ни в топливе, ни в амуниции. Ситуация Паулюса безнадежна. 31 января 1943 года он сдается вместе с 24 своими генералами и остатками армии в 110 тысяч человек. Через два дня за ним следуют остальные. Гитлер только что повысил Паулюса до фельдмаршала, вероятно, надеясь, что тот совершит самоубийство. Прежде ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен живым. Но Паулюс предпочитает сдаться. Германия никогда больше не будет иметь возможность вновь продвинуться на Кавказ. Никогда больше фашистская угроза ненавистнет над Баку, который, несмотря на падение в два раза добычи нефти, в связи с передислокацией, будет продолжать отправлять Красной Армии тысячи километров железнодорожных цистерн с нефтью. 1300 километров только лишь на одну Курскую битву, самую грандиозную танковую битву в истории. В июле-августе 1943 года Баку теперь безопасно от угроз принимает некоторых знаменитых гостей. В ноябре 1943 года Сталин проезжает через Баку по пути на Тегеранскую конференцию с союзниками. По слухам, перед отъездом он настойчиво требовал посещения Баиловой тюрьмы, видимо, желая вспомнить бурную юность. И Деголь в ноябре 1944 года по пути в Москву для встречи со Сталином. Остановившись всего на сутки он принял приглашение местных властей насладиться великолепной азербайджанской оперой. Узиир Гаджибеков Полгода спустя 9 мая 1945 года весь город празднует объявление о капитуляции Германии. Жители Баку считают, что их город заслужил звание города-героя и артиллерийского приветствия, которыми Сталин наградил свои четыре города Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одессу восемью днями ранее. Даже если Баку удалось избежать чудовищной судьбы этих городов, он внес значительный вклад в победу, принеся в жертву ради общего дела свою нефть и жизни своих жителей. В каждой семье плакивают отца, мужа, брата или сына. Из 700 тысяч азербайджанцев, ушедших на войну, 400 тысяч никогда не вернулись. Но каждый сражавшийся на фронте и в тылу утешает себя мыслью, что без черного золота их земли Советский Союз и его западные союзники могли бы и не выиграть войну. В этот момент времени они могут представить себе более уверенное будущее. Но могли ли они представить себе в своих самых невероятных мечтах, что спустя 50 лет Азербайджан восстановит свою независимость, завоеванную на короткий срок с 1918 по 1920 год, и что их страна сможет наконец свободно распоряжаться своими драгоценными ресурсами по собственной воле. Азербайджан Субтитры создавал DimaTorzok